Предлагаем вашему вниманию новый видео-мастер-класс по созданию музыки в программе Cubase. Из этого мастер-класса вы узнаете, как самостоятельно создавать музыкальную аранжировку с нуля. В процессе мы с вами рассмотрим различные инструменты и функции программы Cubase и сделаем полноценную аранжировку трека. Послушайте, как до аранжировки звучит песня, над которой нам с вами предстоит работать. А теперь послушайте, каких результатов нам предстоит добиться в процессе мастер-класса, чтобы песня зазвучала уже в полноценной аранжировке. Резалась луна, через тучи будет лучше, если ты уйдешь сама. И не думай, это случай, это не моя вина. Этот случай, это не моя вина. И километрами, и ветрами, со скоростью света, со нами. Километрами, и ветрами, вставайся планета, ты с нами. Кто такая ты? Кто такая ты? Я не знаю, настигаю и дарю ему мечты. Запасные я-то знаю, все законы красоты. Я другая, я принцесса высоты. И километрами, и ветрами, со скоростью света, со нами. И километрами, и ветрами, вставайся планета, ты с нами. И километрами, и ветрами, вставайся планета, ты с нами. Трясала луна, через тучи будет лучше, если ты уйдешь сама. И не думай, это случай, это не моя вина. Я же лучше, я добью его до дна. И километрами, и ветрами, со скоростью света, со нами. И километрами, и ветрами, вставайся планета, ты с нами. И километрами, и ветрами. Если вы поставили себе цель научиться создавать качественные треки самостоятельно, то этот видео-мастер-класс послужит хорошей базой. Неважно музыку какого стиля вы собираетесь создавать, главное знать принципы, которые позволят удержать внимание слушателя и помогут избежать типичных ошибок в работе начинающих аранжировщиков. В конце мастер-класса есть домашнее задание, выполнив которое вы закрепите материал на практике, а также сможете получить свидетельство об успешном окончании мастер-класса. Вы сможете распечатать это свидетельство и разместить его у себя дома или в вашей студии. И оно будет служить вам напоминанием о том, что вы самостоятельно справились с достаточно объемной аранжировкой, а значит будете совершенствоваться и дальше. Ну а теперь я предлагаю вам посмотреть отдельные фрагменты мастер-класса. Итак, в этом видео мы рассмотрим установку Cubase. И далее нажимаем кнопочку Install. Давайте посмотрим, какая версия Cubase на данный момент является последней. Затем различных ритмов и реаранжировки лупов. На каждый из пэдов можно назначить свой аудио-сэмпл. Пэды соответствуют MIDI-нотам, которые можно воспроизводить с MIDI-клавиатуры либо рисовать в редакторе. И послушаем, как это звучит. Соответственно, теперь у нас есть возможность зайти в редактирование этого MIDI-фрагмента и отдельные части этого лупа реаранжировать. Соответственно, можно увеличить количество голосов. В этом видео поговорим о форме песен. От этого очень много зависит. Дослушает слушатель вашу песню до конца, либо уже в середине он начнет думать о чем-то своем. Это зависит от формы песни и от плотности аранжировки. Ну что, начнем с ритм-секции. Я создаю инструмент трек и беру инструмент контакт. В Cubase он не встроен, но с сайта компании Native Instruments можно скачать бесплатно контакт-плеер. Там достаточно неплохая библиотека звуков идет даже в бесплатной версии. Не знаю, настигаю и дарю ему мечты запасные. Кто такая ты? Я не знаю, настигаю и дарю ему мечты запасные. Итак, мы продолжаем аранжировку. И сейчас мы запишем партию гитары, но не пользуясь настоящей гитарой, а используя виртуальные инструменты. На сайте audiomasterclass.ru в разделе «Полезное» вы можете найти ссылку на различные бесплатные инструменты. В частности, сегодня мы будем использовать гитары из бесплатной коллекции вот с этого сайта. Мы воспользуемся вот этой звуковой библиотекой. Ручка Width, ширина стереобазы. Позволит этому инструменту стать шире и тоже меньше мешать центральным элементам микса. Я запишу в более медленном темпе. У нас темп 125. Я пока отключу темпотрек и запишу в темпе 100. Итак, этот урок будет посвящен записи живых инструментов. Мы начнем с записи вокала. Мы работаем со звуковой картой в данный момент TC Electronics Impact Twin. И вокальный микрофон подключен во второй вход звуковой карты. Вокал — это монофонический источник звука. Соответственно, нам нужен не стереовход, а моно. И сейчас мы позовем вокалистку, группу близкие, Аламбу, которая будет записывать эти партии. Так, Алла, готова? Если недостаточно громкости фонограммы, то мы обращаемся вот к этой ручке Mix, которая на большинстве звуковых карт так и называется, как Mix. И я ее смещаю в сторону большей громкости звука с компьютера. Я предлагаю сейчас рассмотреть запись в режиме зацикливания. То есть я включу куплет, и мы по кругу прям подряд можем записать несколько дублей. И мы можем приступать к записи. Владимир готов. В этом уроке нам предстоит разобраться со всеми записанными дублями, скомпилировать самые удачные варианты и свести этот трек. Все фразы будем прослуживать, выбирать лучшие. Резалась луна, через тучи будет лучше, если... Еще раз напомню, что вот такое редактирование наиболее безболезненно проходит, без щелчков, когда вот здесь в After Fade Settings установлены все вот эти галочки. Далее мы можем перемещать мышкой вот эти сегменты по полутонам. Если мы хотим перемещать их по меньшим значениям, то мы используем кнопку Shift. Ну и начнем мы с того, что выключим все треки, кроме бас-бочки. Представим себе удар бас-бочки. Вот он нарастает и далее спадает. Первый параметр, который в компрессоре стоит отметить, это Threshold. Это так называемый порог срабатывания компрессора. То есть некий уровень, который определяет, где компрессор начнет влиять на сигнал. То есть представим, что это уровень, например, минус 20 дБ. То есть этот эквалайзер будет автоматизирован и включаться он будет только здесь. Для начала просто баланс по громкости некий сделаем. Тут слишком много компрессии происходит, 6 дБ, поэтому Threshold я поднимаю. На этом мы завершили курс по аранжировке средствами Cubase. Также мы рассмотрели упрощенный вариант сведения при помощи средств Cubase. И предварительный мастеринг при помощи Cubase. Очевидно, что возможно добиться еще более хороших результатов, если произвести профессиональное полноценное сведение, пользуясь плагинами сторонних производителей, и сделать профессиональный мастеринг, также пользуясь плагинами сторонних производителей. Надеюсь, курс был для вас полезным и интересным. Увидимся в других видео. С вами был Роман Стикс. Пока и удачи в творчестве. Делайте музыку, творите, не сдавайтесь, и все получится. И километрами, и ветрами за скоростью света за нами. Километрами, и ветрами, сдавайся, планета, без славы. И километрами, и ветрами. Километрами, и ветрами. Километрами, и ветрами. Продолжение следует...